Ну, очевидно, романс примерно вот такой. Нет, пою романс, он связан с Анганом меня, очень плотный, никогда его не пел. Я приехал в отрыв, была встреча. Здравствуй, это я, прости, без предложения. Но сегодня пятая, ёжа, я теперь хотел поздравить с днём рождения, что давно не празднуют, а жаль. Постоять немного у двери, я лишь на минуточку, прости. Так бывает в жизни у людей, ног пересекаются путём. Дай я погляжу в твои глаза, помнишь, я когда-то в них тонул? Помнишь, как однажды нам разлупного года авиабилет Москва-Кабун? Сколько зимы, сколько долгих лет, если год за дверь пересчитать? Я не осуждаю, что ты делал, не имею права, не осуждаю. Так живёшь, надеюсь, всё в порядке, замуж, писатель в русский. А помнишь, как с тобою в нашей парке прятались под клён дождя? Я заполнил вкус того дождя, на губах испуганных твоих. Да не смотри с тревогой на меня, я от этих губ колдан твой. Очень изменился. Что же, может быть, ставит нас чужая страна? Там живут не прячься, что не были. И потому до срока седина. Что тебе расскажешь о войне? И надо ли рассказывать сейчас? В следующий раз я всё скажу тебе. Если будет следующий раз. Счастливы ли ты? Вопросы с кинолентой. Где героев сводит хэппи-энд? Так в кино. Там в жизни проездные документы. И снова на кабулу через Ташкент. Он гудит в таксист. Не может больше ждать. Видно, мол, отдал ему начало. Вот и всё. Меня не надо провожать. Я пошёл. Будь счастлив. Прощай. Прощай.